Здравствуйте, мои дорогие, любимые и самые замечательные слушатели подкаста. Сегодня четверг, это значит, ну, во-первых, я голодаю. И напомню, что мы голодаем раз в неделю на свои желания, и многие со мной сегодня голодают. Да, всем, кто голодает по четвергам отдельный привет, кто вообще голодает раз в неделю, еще больший привет. Ну, и если вы еще не голодаете с нами, присоединяйтесь к нам. Ну, и сегодня четверг, я голодаю, по четвергам голодают на деньги и учительство, чем я сейчас прекрасно занимаюсь. Есть разные дни, которые мы голодаем на другие желания, да, например, в понедельник мы голодаем на то, чтобы выйти замуж, в среду на то, чтобы найти любимую деятельность, в субботу на предназначение. И у нас есть для этого бесплатный чат, где мы обо всем этом пишем. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нам к голоданию, пожалуйста, присоединяйтесь, напишите там в любые наши мессенджеры, и вам пришлют ссылку. Но, помимо того, что сегодня четверг, я голодаю, конечно же, сегодня четверг, поэтому новый выпуск подкаста. И вы уже посмотрели название этого подкаста «Страшное слово смерть». Сегодня поговорим про страх смерти и про саму смерть. Итак, с вами ваша Юлия Ходорцева, подкаст о богатстве, ценности, себя и престиже. Страх смерти. Полетели. Ну что, это страшное слово смерть. Да, я так вам скажу, мы живем в такое время, когда все больше и больше это слово витает в воздухе. Да, с одной стороны все больше и больше, с другой стороны, знаете, все наши предки жили с этим словом очень близко и сталкивались со смертью намного больше и намного чаще, чем мы. И что значит чаще? Так или иначе, ну, все вы знаете, что я расстановщик. И что такое расстановки? Да, это расстановки. Это умение работать на предыдущих слоях, на родовых системах, на кармических системах, на вселенских системах. И здесь важно понимать, что так или иначе у каждого из нас, у наших предков, у наших родителей, у нас с вами так или иначе есть опыт души. Что такое опыт души? Опыт души – это когда наша душа много-много раз перевоплощалась. То есть, по сути, если мы смотрим с точки зрения души, то, по сути, никакой смерти нет. Мы так или иначе перерождаемся, мы так или иначе перерождаемся, так или иначе двигаемся дальше. Если мы с вами осознаем это, мы тогда поймем, что глобально смерти не существует. И однажды я в своих трансформациях тоже осознала, что мы все безумно боимся смерти. Безумно. Под каждым страхом так или иначе сидит страх смерти. Но, по сути, смерти не существует. Это как же нужно так испугаться того, чего нет на самом деле? Кто это? Тот, кто придумал смерть и заставил ее бояться всех вокруг. То есть, по сути, мы с вами боимся того, чего на самом деле нет. И важно в это подниматься и проходить. Сразу скажу, почему я решила сегодня поговорить об этом. Потому что, да, мы с вами пережили недавно эпидемию коронавируса. Мы с вами продолжаем переживать спецоперацию. И там нам тоже всем очень страшно. Сейчас пришли новые новости, что в России началась холера. И здесь тоже всем стало очень страшно. И на самом деле, там, может быть, этой холеры и не существует. Но так слухи эти быстро распространяются. Всем так тоже очень страшно. И, по сути, вот этот самый анекдот, я его часто рассказываю. И на своих расстановках, и в эфирах. Да, когда мужчина шел в деревню и говорит... Встретил смерть по дороге. Вернее, мужчина шел из деревни и видит, как в эту деревню идет смерть. И он встретил ее и спрашивает смерть. И зачем же идешь в эту деревню? Она говорит, я иду за двумя людьми, да, забрать двоих человек. И мужчина вернулся в деревню и видит, что умерли все. И он говорит смерти. То есть о моей холере. Говорит, холера, ты же говорила, что заберешь одного или двух. Почему вся деревня вымерла? А смерть ему отвечает... Я пришла и забрала только двоих. Остальные умерли от страха. И вот здесь важно понимать, что под каждым нашим страхом, под любым нашим страхом, который бы у нас не был, лежит базовый страх смерти. И сегодня я хочу поговорить в этом подкасте и попытаться вас провести, и сама порассуждать о том, чтобы мы все-таки перестали бояться. Если мы с вами посмотрим на родовые кармические системы, то никто из наших предков не жил так долго, как мы. И глобально с уровня души наша душа и наши, соответственно, предки переживали смерть намного больше раз, чем мы. То есть то, что мы сейчас с вами можем жить до 100-120 лет. Наши предки жили, там, некоторые даже, если посмотреть на Лермонтова, который умер, там, не дожить до 30 лет, да, наши предки жили намного меньше. И здесь важно понимать, что, с одной стороны, смерть – это неизбежная часть нашей жизни, с другой стороны, мы с вами то самое поколение, которое умирает значительно реже. Да, потому что уже есть медицина, потому что уже другой уровень жизни, потому что уже намного меньше войн и прочее, прочее. Поэтому здесь очень важно поработать с этой смертью. То есть, по сути, почему мы боимся смерти? Мы смерти боимся, потому что смерть для нас неизвестна, да, у нас есть страх неизвестности. Какой страх неизвестности? Мы не знаем, что будет там дальше, да, нам страшно идти в неизвестность. Но опять же, в рамках того, насколько сегодня быстро развивается мир, нам важно научиться принимать эту неизвестность, подстраиваться под нее. С другой стороны, когда вы слушаете меня сейчас, я вам скажу так, я изучила огромное количество книг, огромное количество тренингов, я сама видела расстановочные процессы, и глобально после смерти наша душа пойдет на очищение, после этого выберет новую жизнь и снова появится. Поэтому прекращайте бояться. Мы так или иначе пройдем в это самое перерождение. Поэтому там известно все. У нас есть 7 слоев, 7 тел энергетических, да, и вот когда тело умирает, потихоньку все эти энергетические слои разлагаются. И к 40 дням после вашей смерти, если вас, конечно, не сожгут, ну, тело, да, то, ну, по сути, к 40 дням, а если вы все-таки пойдете в кремацию, то намного быстрее, ваша душа уже освободится, очистится, и уже будет готова по новой воплотиться. Поэтому не нужно бояться неизвестности. За неизвестностью той самой, которой вы боитесь, новая жизнь. Чего еще бояться, когда смотрят смерть, да? Очень часто бояться там заболеть какой-нибудь болезнью или попасть в какую-нибудь сложную историю и умереть в мучениях. У нас очень боится наше тело, той самой смерти, да, вот умереть вот в этих самых мучениях. И это вот здесь про боль и про прочее-прочее. И вот сейчас меня слушают женщины, ну, вспоминать, как мы с вами рожали. Это была такая, ну, достаточно серьезная боль. А после этой боли приходило рождение, приходил на свет ребенок. И, по сути, с любой физиологической, физической болью так или иначе мы так или иначе справляемся. И просто признавайте и принимайте эту боль. Не нужно ее бояться. И, по сути, когда мы умираем, эта боль становится не настолько значимой, а не настолько сильной. Чего еще мы боимся, когда мы смотрим в страх смерти? Мы очень боимся потерять тот самый контроль. Мы настолько с вами контролеры, мы настолько пытаемся все на свете контролировать, мы настолько не доверяем миру. И вот люди, которые реально обладают серьезным контролем, которые контролируют своих партнеров, контролируют своих детей, контролируют, да все на свете контролируют, им еще страшнее проходить страх смерти. И здесь тоже важно понять, что мы с вами контролировать ничего не можем. Да, я вот всегда говорю на расстановках, многие слышали мне эту фразу, попробуйте идти проконтролировать свой мочевой пузырь, знаете, или сердцебиение, или, не знаю, печень, которая там переваривает. Так вот здесь важно понять, что это состояние тотального контроля, и с ним нужно работать и его отпускать. И это касается не только смерти, это касается, в принципе, вашей жизни, когда вы уходите от тотального контроля, вам действительно становится легче. Еще один страх смерти – это люди, за которых мы цепляемся. Нам очень страшно терять тех людей, наших близких, наше окружение. Сюда же нас может относиться наша работа. Вот мне, например, если я буду умирать, мне, на самом деле, очень жаль расставаться с расстановками. И здесь тоже важно понимать, что так или иначе нам важно себя не ассоциировать с этими всеми вещами, потому что глобально мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Да, с одной стороны. С другой стороны, наши души раз за разом все равно встречаются, все равно происходит так называемая дружба на более высоком уровне. И поверьте, те люди, которые сейчас вас окружают, вы с ними встречались уже ни в одной, ни в двух, и, может быть, даже более в десяти жизнях. Как правило, те души, которые уже были вместе в прошлых жизнях, они так или иначе приходят и соединяются. Как мы можем с вами посмотреть на смерть и чем я могу вам сегодня помочь в этом страхе? Ну, первое, конечно, доверять жизни. И, знаете, так, если ваша душа, когда спускалась в мир, она выбрала такую судьбу и такую смерть, то она ее уже выбрала. И наша жизнь, она фатальна, и у нас уже все предрешено. Поэтому признавайте и принимайте. Прямо можно по несколько раз говорить о том, что цикл жизни, неизбежный цикл жизни – это рождение жизни и смерть. И за каждой смертью снова идет жизнь. И за каждым рождением, так или иначе, после жизни приходит смерть. И, знаете, я скажу вам так, в тот век, когда мы сейчас с вами развиваемся безумными скоростями, здесь тоже важно научиться каждый раз, засыпая, принимать, что вы можете, уже умираете. То есть каждый день – это, по сути, такая маленькая жизнь, маленькая смерть, когда вы идете в сон. Вы также выключаетесь и на утро рождаетесь снова. Поэтому никаким усилием воли ты не можешь отменить свое рождение. Также никаким усилием воли или контролем, или чем-то еще ты не можешь отменить свою смерть. И что точно с нами случится на физическом плане – это смерть. И что точно с нами никогда не случится на уровне души – это смерть. Потому что душа, по сути, она не проживает ни рождения, ни жизни, ни смерти. Потому что она всегда есть, всегда будет. И, знаете, здесь тоже есть такая история для мотивации вашей. Чем больше вы в этой жизни сделали, чем больше вы дали ресурсов, чем больше вы дали любви, тем больше вас будут помнить. И тогда это будет важная часть вашего воплощения, что вы смогли здесь что-то сделать. Поэтому бросайте бояться смерти, начните что-то делать. Потому что чем больше вы сделали для близких, для родных, для человечества, для своей страны, для своих клиентов, для всех на свете, тем крепче будет так называемая память о вас. И, может быть, в следующей жизни вы родитесь и будете носить те платья, которые вы сделали сейчас, например. И это точно все будет. Ты никогда не исчезнешь бесследно. И, может быть, когда-нибудь через 200, 300, 400 лет где-нибудь на какой-нибудь новой планете мы с вами будем расставляться, расставлять и видеть, как вы жили в этом воплощении. И вы так или иначе увидите это воплощение. Потому что, когда вы ходите ко мне на расстановки, мы смотрим на предыдущие воплощения, здороваемся с ними, обнимаемся, благодарим за тот опыт, который есть. Здесь это очень, на самом деле, такая часть, которая действительно помогает. И, знаете, я вот сейчас вернулась вчера из Владикавказа. И у меня, мои близкие люди, у меня там есть племянница, но она, правда, на год старше меня. Илоночка, если ты меня слушаешь, тебе привет. У нее сын был военных действий, в спецоперации сейчас на Украине. Он туда только вернулся, он тоже мне все это рассказывал. И я, можно сказать, столкнулась достаточно близко с этой историей. И здесь важно понимать, что каждый выбирает сам. Каждая душа, она сама выбрала поехать туда, сделать это, сделать то. И здесь важно понимать, что даже если кто-то умирает, он найдет на перерождение. Это его опыт души. Также, если упоминать о Владикавказе, о Северной Осетии, несколько лет назад там была история, когда террористы взорвали школу. И там погибло более 350 детей. Я проезжала этот мемориал. Там огромный мемориал в Беслане есть этим детям. И здесь тоже важно понимать, с одной стороны, мы можем это рассмотреть, как это ужасно, дети умерли. С другой стороны, мы можем понимать, что эти дети уже давно переродились, и у них уже там новые жизни. Это проход в новую жизнь. Здесь же можно посмотреть на эту страшную смерть, которую мы боимся, наших родителей. И здесь тоже важно видеть. Вот я, например, знаю и вижу, что мой папа уже перевоплотился, что он уже живет абсолютно новую, другую, более яркую, счастливую жизнь, потому что он переродился в новом времени. И у него прекрасная мама. Многие знают, что мой папа переродился это душа моего папы, это душа моего сына, например. И если в прошлой жизни у моего папы мама умерла во время родов, и он с ней совсем не контактировал, у меня глобально есть задача, чтобы в этой жизни, у этой души была самая прекрасная мама, и он имел с ней контакт. Ну, например, почему я вам все это рассказываю? Хочу, чтобы вы расширились, чтобы вы расширились до уровня души, потому что сейчас прилетит новая история с этой холерой или с чем-то галерой, малерой или с чем-то еще. Хочется, чтобы мы с вами перестали бояться, перестали бояться, потому что так или иначе мы все равно все встретимся. Мы встретимся в следующей жизни, и та жизнь новая, она будет наверняка лучше, потому что мир так или иначе прогрессирует. Так или иначе, когда мы умрем, у нас будет новое воплощение, и оно будет еще интереснее, еще лучше, еще краше. Прекращайте бояться этого. И самое главное, не забывайте, что мы сейчас здесь живем, и в этой жизни нужно сделать максимум. Бывают прям истории, когда люди с этим страхом смерти попадают в так называемую фобию. Вообще глобально все психологические, психотические расстройства, они связаны с этими фобиями. Мы сюда можем сказать, ну, любые фобии, когда люди боятся об лифтах, ездят в закрытых пространствах, когда в самолетах боятся. И летают. Понятно, что здесь надо сразу идти на встречу с психологом, потому что, ну, или с расстановщиком, конечно, приходите к нам, потому что реально любая фобия это какие-то истории, где, может быть, в прошлых жизнях, может быть, в родовой системе вы не принимали смерть, боролись с ней, не доверяли Богу. И, знаете, я сегодня тоже себя поймала на мысли, когда пришла эта информация про холеру, и что она началась там в Воронеже. У меня в родовой системе моя бабушка, бабушка моя, мама моя, прабабушка моя, она как раз-таки из Воронежа, и она умерла как раз-таки от такой же ровной эпидемии. Да, и я сама себя поймала на этом страхе. И здесь, опять же, вот я сегодня вместе с вами прорабатываю, отпускаю свои родовые страхи. Да, потому что та же моя прабабушка, она уже наверняка родилась по новой, а может быть, здесь не один раз. Да, и проходите в это, двигайтесь в это, и когда к вам прилетает какая-то страшная информация, по вашему мнению, безумно страшная информация, принимайте ее, принимайте и идите в нее, не бойтесь. Если это суждено, не забывайте, что ваша душа сама выбрала это место, в котором вы родились, это время, в котором вы родились, эту страну, в которой вы родились, эти новости, да, которые вы слышите. И другая история, про которую я хочу с вами поговорить, научитесь не бояться жизни, да, потому что есть другая крайность, на психологическом языке она называется танотофобия, это страх жизни, да, мы боимся жить, потому что мы боимся умереть. И вот здесь важно понять, когда вы научитесь жить, да, может быть, одним днем, с пониманием, что завтра все может закончиться. Ну, глобально, мы живем в такое время, когда реально завтра может все закончиться. Оживите сегодня на все сто, живите так, как вам хочется, как вам можется, не так, как от вас ждут, как от вас требуют, оживите на все сто максимально. И тут еще появляется эта самая любовь к себе, вот этот выбор себя, когда ты понимаешь, что твоя жизнь завтра может закончиться, ты сегодня живешь максимально, и ты теряешь вот эту историю, где тебе хочется оглянуться на других людей, ты начинаешь выбирать истинно, ты начинаешь ценить каждую минуту твоего времени, потому что какой смысл тратить свою невероятную, самую лучшую, драгоценнейшую жизнь на страхе. И прямо сейчас возьми, прими решение начать жить так, как тебе хочется, начать позволять себе то, что ты не мог или не могла, начать, наконец, тратить на себя эти деньги, которые вы так экономите, начать выбирать только тех людей, с которыми вам хорошо, наконец-таки принимать эти решения. «Да, вы мне говорите, мне страшно, я не могу, а вам не страшно бояться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году бояться, каждый раз впадать в панику?» «Наша смерть – это часть нашей жизни. Как только мы примем страх смерти, он перестанет управлять нами». Поймите это. Если вы сегодня потеряли смысл жизни, найдите его, потому что смерть наступит обязательно. Но когда мы боимся смерти, мы забываем жить. Вы поймите, что ваше внутреннее состояние, оно влияет на всё. Будьте позитивными. Никто никогда не видел, что там после смерти. Да, страх подогревается именно неизвестностью, и мы говорили сегодня уже об этом. Но там точно новая жизнь. Я вижу это в расстановочных процессах. После смерти новое рождение. Я иногда говорю, просто попредставьте, что наша жизнь, в которой мы сейчас живём, это наша подготовка к новому рождению. Это как, представляете, маленький ребёнок в животе у мамочки 9 месяцев, созревает, созревает и рождается. А что если вся наша жизнь это созревание к ещё новому рождению? Представляете, когда ребёнок выходит из живота мамы, как много он всего видит. А представьте, что вас ждёт за пределами этого живота, когда мы выйдем в новый уровень. А мы туда обязательно выйдем. Ребёнок, рождаясь, проживает страх смерти. Он умирает из маминого живота и выходит в новую жизнь. Так же и наша жизнь, она сейчас нас подготавливает к ещё новому рождению. Ну и в конце концов попробуйте относиться к смерти с юмором. Все, кто ходит ко мне на расстановке, вы знаете, что я ко всему отношусь с юмором. И вот эта история, когда я вам говорю, я люблю шутить. И действительно, мои расстановки, они уникальны именно тем, что я могу пошутить, потому что тогда выключается левая полушария и уходит страх смерти. Как я люблю говорить, знаете, там у нас в расстановочном поле лежит бабушка, которая ела своих детей, например. Мы в расстановке говорим, ну можно ещё кетчупом полить. Так вкусней. И шутите над этим. Внутренне убирайте безумный страх. Тогда вашей личности, вашей коробочке станет намного легче. В одном доме жили два однофамильца. Один из них умер, а второй уехал в Африку. После прибытия на место второй послал своей жене телеграмму. Но почтальон ошибся и вручил той, у которой умер. И вдова, получив телеграмму, прочитала. Я добрался благополучно. Здесь пекло страшное. И тут вопрос, от кого всё-таки была телеграмма? От того, кто уехал в Африку? Или от того, кто родился в новой жизни? Улыбните себе и идите, живите свою жизнь. И будьте готовы умереть в любую секунду. Потому что там, за пределами, будет что-то ещё более невероятное. Надеюсь, вам стало легче. С вами была ваша Юлия Ходорцева и мой новый подкаст про смерть. Люблю, целую. Как всегда, прошу вас поставить пять звёздочек. Вы все знаете, что у меня... Кстати, вы, кстати, по поводу смерти. У меня четыре уже или пять дней назад реально украли инстаграм. Нам писали ватсап с турецкого номера. Говорили, мы вам вернём его, заплатите нам деньги. Потом украли второй инстаграм. Для меня это тоже такая, знаете, маленькая смерть. Я, можно сказать, её проживала, потому что годами наработанный инстаграм. Ну, просто на секундочку представьте, да, вы все видели, у меня был миллион четыреста в инстаграме и глобально как будто умерла часть меня. Но вот эта вот история сегодняшнего подкаста, она тоже приблизительно про это и про тот мой потерянный, умерший инстаграм. Будем надеяться, что сейчас я запишу подкаст, и он у меня переродится на новом уровне, мой инстаграм. А если не переродится, то это выльется во что-то более новое и ещё более крутое. В общем, приблизительно такие мысли. Люблю вас бесконечно. Завтра у нас начинается обучение расстановкам и тем, кто завтра присоединится. Желаю удачи. Через четыре дня расстановщиков по методу Юлии Ходорцева станет ещё больше. Меня это не может не радовать. Для меня обучение расстановкам самый важный, пожалуй, самый тяжёлый, на самом деле, самый важный тренинг, потому что учитель продолжается в своём ученике и я радуюсь результатам своих учеников. И это тоже, знаете, про то, когда учитель постепенно всё равно умирает, а ученики с новой энергией идут дальше. И каждый раз, когда я выпускаю учеников, для меня это тоже маленькие смерти, меня, но это каждый раз для меня, что я сделала что-то важное, что-то очень важное в этом мире. Итак, люблю вас. Всё, теперь уж точно всё. Обнимаю. Напишите мне куда-нибудь, у меня новый инстаграм, кстати, найдите его, julia.hadарцева, там совсем мало подписчиков, там штук 300 всего, поэтому ищите меня в инстаграме, добавляйтесь и напишите в директ, как вам, ну или здесь в подкастах напишите, как вам, и поставьте звёздочки. Ну, конечно, я хочу, чтобы вы поставили пять звёздочек. Всё, обнимаю. До новых встреч!